Доброе утро Расскажите, пожалуйста, нам, что нас ждет в конце декабря, что нас ждет 31-го, может быть, декабря ночью Может быть, есть уже какие-то идеи, наверняка знаете, кто выступать будет, какие будут мероприятия В общем, приоткройте завесу тайны Ну, смотрите, я думаю, что главным событием этого года, самым ярким и запоминающимся, который, думаю, даже войдет в некую такую историю Летопись Карачао-Черкесии станет тот факт, что главную площадь нашей столицы уже украшает 22-метровая искусственная ель Которая была установлена по договоренности главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова С руководителем холдинга Евроцементгрупп Филаретом Ильичом Гальчевым Вот, а также жители и гости республики ожидают очень много интересного Помимо ели будет установлена различная инсталляция световая, световые фигуры Множество световые фигуры Световые фигуры? Световые фигуры объемные Почему себе? Да, некоторые из них достигают в диаметре 7-8 метров То есть это большие световые фигуры новогодней тематики, которые будут украшать площадь и создавать уют не только нашим детишкам, которые будут радоваться этому празднику Думаю, также придутся и по нраву взрослому поколению И уж точно заполонят все ленты инстаграма Да, 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 будет что, как говорится, выложить в инстаграм Очень много разнообразных декоративных елей, также будет световых украшать площадь Поэтому на сегодняшний день работы продолжаются по монтажу и при украшивании, скажем так, подготовке к Новому году Ну и, конечно же, я думаю, что одним из самых главных мероприятий это будет зажжение новогодней ели Которая открытие откроет все новогодние праздники Открытие состоится 21 декабря в 18.00 на главной площади столицы Ожидается приход сказочных персонажей То есть в эту пятницу, насколько я понимаю, да? Да, в эту пятницу мы будем зажигать ель и все остальные световые инсталляции Вот, поэтому с радостью будем ждать всех желающих на столь яркое событие В 18.00 В 18.00 вечером То есть в эту пятницу вечером после работы Как раз могут все успеть посмотреть на это событие А это будет какой-то концерт, какой-то праздник Или это будет просто начало недели или даже больше, да? Вот 10 дней вот этих вот праздничных предновогодних Ну, это традиционное открытие, которое проходит у нас в республике И, конечно же, оно будет сопровождаться ярким концертом Который будет включать в себя выступления артистов, вокалистов, хореографов нашей республики Вот, ну и, конечно же, ожидается и приход Деда Мороза со Снегурочкой Других различных сказочных персонажей Вот, ну и, конечно же, все это будет ознаменовано красочным фейерверком Вот, ну да, это некий старт Это вот 21-го числа мы ждем Да, да, это некий старт вот этим такому новогоднему марафону Который будет проходить у нас в республике Вот, так как он будет включать в себя И, конечно же, предновогоднюю ночь 31-го числа На которую также мы приглашаем всех жителей и гостей республики Вот, праздник планируется провести Из 20.00 до 23.00 Это в новогоднюю ночь? Это в новогоднюю ночь Также у нас ожидается и сказочные персонажи И выступления артистов Ну и, конечно же, все это будет завершаться красочным фейерверком То есть в 11 часов будет фейерверк? Да А в 11 часов фейерверк отстрелялся и люди разошлись по домам? Ну да, мы традиционно это проводим Ввиду того, чтобы оставалось время прийти домой Встретить Новый год с семьей, в доме, с друзьями и так далее Вот, этого часа вполне достаточно для того, чтобы добраться в любую точку города И республики для того, чтобы встретить Новый год в домашнем уюте, в тепле С семьей, с близкими, родными людьми Просто я на самом деле никогда, когда так получалось, я новогоднюю ночь всегда дома И я думал, что это мероприятие прямо до 12 часов ночи, оказывается, вот так вот все происходит Давайте вернемся к елке Почему она решилась, вы почему решили вдруг заменить традиционную ель, которую каждый год рубили, я так понимаю, в нашей республике, на искусственную? С чем связано решение, почему именно искусственное? Ну, как-то какого решения, я думаю, что и не было Вот, как я и говорил о том, что была встреча главы нашей республики с руководителем холдинга Евроцементгрупп Было внесено предложение о том, что Евроцемент украсит площадь к новогодним праздникам Ну и, конечно же, если украшать, это была искусственная ель Ну, а так, в принципе, мнения разнятся, что как бы и у меня, и у народа, проживающего в нашей республике, о том, какая ель должна быть Ну, по мне, искусственная ель, она выглядит, пусть недостаточно, так скажем, воодушевленнее, как живая Но у нее есть очень много плюсов То есть она очень идеально ровная, она симметричная Вот, выполнена она из доброкачественных материалов То есть нет никакой химии Ну и, я думаю, самый главный плюс в том, что она не одноразового пользования То есть мы можем использовать ее как минимум 5-7 лет Не нужно каждый год друбить ели Вообще, на самом деле, я вот тут с вами очень согласен Я думаю, что искусственная ель Я думаю, да вообще, в принципе, каждый, кто там хочет отпраздновать, хочет поставить елку у себя дома, должен все-таки поставить ее в искусственную Ну, все, что касается дома, тут я однозначно, даже категорически против, чтобы это вырубали молодые ели, которых еще, ну, как говорится, вся жизнь впереди То есть те ели, которые использовались в предыдущие годы в республике, возраст их насчитывал там 100-150 лет и более А когда вырубают маленькое деревце, которое там 2-1,5 года от роду Для того, чтобы использовать там 10-дневный, двухнедельный срок и потом это выбросить Ну, за это выступаю полностью категорично Да, тем более, на самом деле, вот в одной из наших передач у нас были гости, которые рассказывали, что это большинство того, что продается на рынках Это все незаконно срубленное, это, ну, не какие-то питомники, и поэтому это большой вред для природы Так что, ну, вот на самом деле, что касается елки центральной, я тоже полностью поддерживаю идею того, что это искусственная ель Потому что, ну, это как минимум экологически, экологично, поэтому это очень хорошо Ну, а что касается посленовогоднего периода, будут какие-то ярмарки, события, вот эти вот новогодние каникулы, как пройдут в нашей республике? Ну, все, что касается линии Министерства культуры Карачао-Черкесской республики, проводилось совещание Есть план подготовки новогодних мероприятий, утвержденный правительством Карачао-Черкесии Который включает в себя различные мероприятия уже после новогоднего Характера, то есть первые 3-4 дня мы даем перерыв, то есть как бы и жители, и работники культуры Будут, ну, можно сказать, и так, будут встречать уже, как говорится, первые дни Нового года По своим делам, ну, а 4-го, и 5-го, и 6-го числа планируется различная программа Которые 4-го, 5-го планируется выступление на площади в дневное время с детскими программами Государственных театров Карачао-Черкесии, вот, 6-го числа состоится предрождественский вечер Который будет проводиться силами студентов-преподавателей колледжа культуры и искусств Ими Аслана Ильича Даурова, вот, ну и там уже день-два и выходим на работу Вот, а вся инсталляция новогодняя, также впервые в республике будет радовать жителей и гостей до конца января То есть 14-го января мы будем разбирать только сценическую площадку, демонтировать А так все вот эти вот световые фигуры останутся? А вся инсталляция, световые фигуры, да, все останется до конца января Также я хотел бы отметить в том, что оформление площади города в этом году не только новогодней тематикой Вот, если вы заметили, у нас в центральном сквере расположились две топиарные фигуры Две композиции топиарных фигур Это большой медведь с медвежонком и олень с олененком Это топиарные фигуры, выполненные также из искусственного газона Вот, металла, обтянутого искусственным газоном То есть это полностью, некоторые даже писали в социальных сетях о том, что ночью они немножко испугались увидеть медведя Вот, поэтому таким пугливым я хотел бы обратиться, что не бойтесь Уже с сегодняшнего вечера эти фигуры будут освещаться и в вечернее время Не создадут никакого страха для при встрече с ними, как говорится, глазу на глаз Вот, также у нас на центральной площади, раскрою такой небольшой секрет Что расположится большая световая композиция с надписью «Я люблю Карачаево-Черкесскую республику» Которая останется также у нас на круглый год Вот, и будет украшать площадь столицы Также проведены некие дизайнерские оформления световые дома правительства Это декоративная подсветка здания, которая также у нас останется на круглый год Вот, предновогодние тематики сейчас оформлены большими световыми фигурами Шарами, сосульками, бахромой, гирляндами и так далее То есть, в 21 числу, я думаю, что практически на 85% того проекта, который реализовывается в нашей республике Каждый житель сможет это лицезреть воочию Слушайте, прекрасно На самом деле, чем, Саша, становишься, тем меньше этого новогоднего настроения остается А вот такие вот вещи, когда город украшается Ну, и ввиду того, что нашего климата у нас на сегодняшний день уже практически перевалило за середину декабря Мы еще как-то не насладились каким-то... Потому как всегда зима подразумевает под собой снег, мороз, вьюги и так далее И, соответственно, я думаю, что благодаря этим осадкам создается и новогоднее настроение Ну, вот ввиду наших климатических условий, нашего региона, ну, нет снега, будем создавать новогодние инсталляции Хотя бы с огоньками Да, чтобы люди, жители, которые наполняют нашу республику, неким образом воодушевились, прониклись И уже, как говорится, морально, душевно готовились к встрече Нового года Ну да Артем, спасибо большое, что сегодня пришли и рассказали о том, что ждет наших жителей В предновогодние и посленовогодние праздники, дни Вот, есть у нас такая традиция, гости, которые к нам приходят, желают доброго утра нашим телезрителям Я попрошу вас присоединиться и пожелать пару приятных слов всем тем, кто вас сейчас смотрит Доброго утра я хотел бы пожелать всем жителям нашей любимой Карачаева-Черкесии И пожелать всем мира и добра, тепла и уюта в каждый дом, населяющий нашу республику и всю нашу страну Ну что же, Артем, спасибо большое, спасибо, что рассказали нам все И будем ждать, соответственно, пятницу, чтобы попасть на торжественное открытие Спасибо Ну что, дорогие друзья, а мы продолжаем наше доброе утро